На молодежном форуме Иволга конвейер проектов. 250 лучших научных работ уже отобраны для участия в федеральном этапе. Их авторы поборются за гранты от 100 до 300 тысяч рублей, а общий призовой фонд 8 миллионов. Напомню, что в этом году форум на Мустрюковских озерах проходит только во второй раз, но уже вышел на международный уровень. С участниками накануне встретился Николай Меркушкин и представители китайской делегации. Последние новости с поляной инноваций, самые оригинальные идеи в сюжете Нины Ваниной. Весь день 23 июня на форуме прошел под знаком российско-китайской дружбы. Несмотря на то, что делегация из КНР приехала довольно внушительным составом, одних наших коллег-журналистов больше полусотни, жизнь на Иволге не замерла ни на минуту. И чиновникам, и журналистам было на что посмотреть. Сейчас не готово по светлаке за ним летят. После того, как заканчиваются учебные занятия, мы проводим обширную культурную программу. Но главное, конечно, проект. И во время экскурсии делегация на них заостряет особое внимание. Проект Самарца Валерия Захарова уже прошел региональный этап. Лаборатория, в которой все желающие смогут получить доступ к 3D-принтерам, имеет шанс появиться в области. Это могут быть и дизайнеры, и довольно-таки широкий спектр мы охватываем людей. Но смысл проекта в том, чтобы идею из головы сделать реальной, и чтобы ее можно было представить в виде прототипа и показать ее полезные свойства. Форум уже на второй год своего существования получил статус международного. Качество работ, число известных экспертов выросли. А теперь еще и возможностей у участников стало больше. Тот дух, который летает здесь, та атмосфера дружелюбия, та атмосфера взаимопонимания, та атмосфера желания помочь, поддержать и познать друг друга, она неповторима, она незабываема. Сейчас мы уже вышли сразу на международный уровень. Приехало 150 человек китайской делегации. Очень подготовленные приехали делегации с регионов. Значительно больше представлено проектов регионами, в том числе нашими. Вот ребятами Самарской области, которые представляют. Через 15-20 лет эти люди будут уже занимать должности и так далее. Знающие друг друга люди. И это, скажем, дружба или это взаимовыгодное сотрудничество закладывается на многие-многие годы вперед. Общение главы региона с молодежью уже стало традицией. Говорили об инновационном производстве, образовании, сельском хозяйстве. Эту секцию как раз открыли в нынешнем году по просьбе участников из Самарской области. Сегодня они успешно представляют регион. Один из них, предприниматель Скинельского района, преподнес Николаю Меркушкину сувенир. Здесь у нас очень много возможностей. Очень много. И в России, по большому счету, сельскостью производства, она должна быть одним из лидеров мира. И люди должны не просто и работать, и получать удовлетворение от своей работы, и получать хорошую материальную отдачу от этой работы. Поэтому спасибо. Это тоже проект интересный очень. Прозвучало и еще одно предложение от молодежи. Создать в области площадку для занятий экстремальными видами спорта. Есть предложение по разработке и разработке стратегии. По-моему, в прошлом году мы обсуждали эту тему, да? Абсуждали. Обсуждали. Давайте еще раз посмотрим. Сложение есть, да? Сильным, давай сюда. Сильным, мужественным и экстремалам тоже оказать поддержку. 150 самых активных участников Иволги отправятся в будущем году на подобный форум в Китай. Нина Ванина, Александр Ерофеев. Новости Кубернии.